Продолжаем исследовать вопрос, откуда в Энгерманландии такая любовь к Ирландии. Любовь эта у нас началась еще в пятом веке нашей эры. Мы поговорили об античности, о средних веках, о лорде протекторе Кромвеле, наконец о том, как ирландцы участвовали и не участвовали в Первой мировой войне. О великом борце за независимость Ирландии Майкле Коллинзе, его коллеги, а потом противники Имони де Валера. И что из этого получилось, как часть Ирландии стала независимой, и, наконец, как ирландская республиканская армия окончательно превратилась в террористическую организацию. История сложная, но очень интересная. Мы следим за ее развитием из гостеприимных стен ПАБа-музея, уникального в своем роде Майкл Коллинз, что в Москве на Цептом бульваре 21. Создали его два прекрасных парня Игорь Демидов и Евгений Линек. Кстати, спасибо им большое за инициативу. Если бы не их напоминание, я бы никогда не взялся за эти ролики. А они интересны. Поехали! Итак, Ирландская республиканская армия очень активно участвовала в антибританской борьбе в 20-е годы 20 века. Ну а потом были известные события Первой мировой войны, Второй мировой войны, 1949 год. Основная часть Ирландии стала независимой. Северная Ирландия вошла окончательно в состав Британии. И вот тут-то Ирландская республиканская армия выступила в совершенно новом качестве. По-новому уже как конкретно террористическая организация, которая боролась совершенно особыми методами за присоединение Северной Ирландии к остальной части независимой республики Эрин. Серьезная активизация террористической активности Ира состоялась с 1954 года. Изначально это были одиночные нападения на различные британские военные объекты в Ирландии. Это и хорошо известные всем, кто интересуется темой нападения на казармы в Арбофилде, в Англии. Кстати, за это выступление целых два депутата партии Шенфейн лишились своих депутатских мандатов. Напомню, что Шенфейн – националистическая партия, которая была широко представлена в английском парламенте. Именно она в своем нелегальном крыле контролировала деятельность Ира, которая боролась за присоединение острова, за присоединение шести граф Ольстера, так называемой Северной Ирландии, к территории независимой Ирландии. И с 1954 по 1956 год террористическая активность только нарастает. За 1956 год зафиксировано более 600 терактов, которые провела Ира только в Ольстере. В 1957 году в Северной Ирландии полиция проводит массовые аресты, кстати говоря, зачастую никак не подтвержденные мандатом суда, после чего вроде бы цель была достигнута и волна насилия пошла на спад. Просто почему? Ну просто потому, что те, кто осуществляет это самое насилие, многом перехватали. Но ничего не закончилось, потому что Ира, поняв упадочность одиночных терактов, меняет тактику борьбы, заменив в основном эти самые одиночные нападения на массированные, в полном смысле слова, военизированные столкновения. При этом не нужно думать, что вот к этим, ну давайте назовем их ласково, вне парламентских методах борьбы сверточивалась только Ирландская Республиканская Армия. Вот в Ольстере против ирландцев-католиков действовали подпольные милитаризированные протестантские организации, наследники тех самых оранжистов, оранжевых лика, оранжевого ордена и в конце концов оранжевых парней 18 века. Кто не смотрел, смотрите. Мы рассуждали об этом в предыдущих роликах. Ссылки будут. Вот они тоже прибегали к незаконному насилию, уличным боям с противниками, избиениям, убийствам и всему, что положено для настоящих террористов. И вот в 1967 году основывается Ассоциация борьбы за гражданские права. Это, конечно, строго за ирландская организация, которая требовала ликвидации дискриминации при устройстве католиков на работу. Потому что вроде бы давным-давно, еще там с первой половины 19 века, совершилась католическая эмансипация. На законодательном уровне было обозначено, что католик и протестант, какая разница, это граждане одной страны, поэтому они имеют совершенно равные права. Но, как вы знаете, одни животные равны, а другие немножко равнее. И вот католические почему-то люди при устройстве на работу в Северной Ирландии имели совершенно явно меньше шансов на хорошую должность, чем точно такой же северный ирландец, но протестант. Вот почему-то протестантов на работу брали охотно, а католиков не очень. И вроде бы это было незаконно. Однако это был факт. Ассоциация борьбы за гражданские права требовала уравнять людей в гражданских правах. А также периодически они выдвигали вообще интересные требования, а именно о распуске полиции. Почему? Потому что так как-то странно получалось, что полицейские – это ночной сторож государства, который должен одинакового католика и одинакового протестанта, если они перебирают с методами борьбы, привести в чувство или прямо арестовать и препроводить в следственные органы для вынесения справедливого наказания. Тем не менее, почему-то полиция в основном сажала и хватала католиков. А если протестанты осуществляли те или иные насильственные действия, вот к ним полиция относилась куда более мягко. Почему? Да потому что полицейские в основном были из тех самых протестантов. Проживали они в протестантских районах, и как только полиция хватала протестанта, который только что, например, напал на католика или католиков, его препровождали в околозах в протестанском районе, после чего его освобождали. Конечно, это не всем нравилось, потому что уж если вы говорите о равенстве закона, оно должно быть полным и для тех, и для других. В августе 1969 года в городе Лондон-Дерри, в Графсвит-Дерри, а также в Белфасте происходит массовое уличное столкновение. Просто элементарно огромные беспорядки, где протестанты лупили католиков и стреляли в них, и наоборот. Вот после этого в Ольстер были введены британские войска из метрополии. И что характерно, и Ассоциация борьбы за гражданские права, и просто католическое место населения, по первоначалу-то британские войска строго приветствовало. Потому что для простых граждан вот все эти уличные беспорядки и серьезная возможность ловить пулю по дороге в Булочную вообще не нравилось. Ну, кому это надо, в конце концов? Но почему-то оказалось, что и протестантская полиция Северной Ирландии, и британские войска, пришедшие из метрополии, опять почему-то поддерживают протестантов. Ну, что ж такое-то? И, конечно, ирландцы страшно разочаровались. И вот тут-то начинается тот самый кризис 1969-1972 года. Потому что внутри ирландской республиканской армии, ну, кстати говоря, где были настоящие ветераны, аксакалы движения, которые уже не были столь радикально настроены, вдруг возникает юное, боевое, очень радикально настроенное, крайне левое крыло, которое получило название «Временная ИРА», то есть «Временная Ирландская Республиканская Армия», которые были настолько по-боевому заточены против англичан, что тут же началась массированная террористическая деятельность этих самых парней. Причем как вообще неконтролируемая, низовая, одиночная, так и вполне спланированные массированные акции. Да, и деятельность эта была перенесена в полной мере на территорию Англии. Потому что, как мы уже это выяснили, Ирландская Республиканская Армия довольно давно выступает как именно террористическая организация. Основным принципом подпольных террористов является перенесение террора, то есть ужаса, на территорию противника. Ни Лондон, ни Эдинбург, ни Йорк не были застрахованы от проведения терактов. Более того, именно они, основные города Англии, выступали главной целью Ира. Конфликт был невероятен и очень интенсивный. Шла настоящая гражданская война. Только за 1971 год отмечено 1100 случаев закладки БОП, которые, кстати говоря, регулярно оканчивались взрывами и жертвами. И до 1700 перестрелок Ира с протестантскими подпольными формированиями и британскими военными и другими местными властями. Только по официальной статистике в ходе их погибло 43 британских военнослужащих. И я, честно говоря, не нашел данных, сколько погибло мирных жителей в Ирландии при этом, а также в Англии. И к августу 1971 года, чтобы ответить на растущий уровень насилия в Северной Ирландии, начинается применяться заключение в концентрационных лагерях без суда и следствия. Ну а также англичане в четком соответствии с международным демократическим законодательством начинают применять пытки. ЛАА разработана система пяти методов. Пять методов – это всего лишь пытка, долгие нахождения в неудобной позе, это сенсорная депривация, то есть запирание человека в темной комнате без окон, без дверей, лишение воды, лишение еды, лишение сна, пытка шумом, то есть, например, или чрезвычайно громкой музыкой, или просто беспорядочными звуками. И как минимум, только опять же, по официальным данным международного европейского суда в ГААГе, таким пыткам было подвергнуто 12 деятелей ирландской республиканской армии. Это только то, что было выявлено. Что удивительно, англичан за это, прямо скажем, не похвалили в европейском суде, сказали, что это очень яй-яй-яй, и так делать вообще-то нельзя. При этом деятельность английских правоохранителей была признана нарушающей человеческое достоинство, унизительной, незаконной, но пытками это почему-то признано не было. Как так получается, я даже не знаю. Ну, в самом деле, попробовали бы этих европейских судей так дня на два поместить в комнату, где грохочет тяжелый урок, безостановочно, и при этом не давать им бить. Нет, это только унижается, только унижается. Никаких пыток тут быть не может. Ну, что вы говорите. Там же никому ногти не выдирали из-под ногтей, пальцы не ломали. Поэтому нет ни пытки, просто унижение человеческого достоинства. Все это в 76-78 году происходило. Что все? Да, омерзительная клоунада в этом самом суде. Ну, а беспорядки к 72-му году только нарастали. И, конечно, пиком их стало очередное кровавое воскресенье, когда в Белфасте на улице вышла массовая демонстрация, которая скандировала лозунги, в общем-то, довольно справедливые, о независимости, о объединении ирландского народа. Ну, а так получилось, что народу там было, этого самого ирландского, на улицах очень много, десятки, а говорят, что и сотни тысяч. То есть это гигантская демонстрация, которая вроде бы была стихийной и вроде бы никем не управлялась. Значит, такого не бывает, как мы понимаем. Как только много людей выходят на улицу, дальше может быть всякое. Что всякое? Во-первых, туда выставили не просто полицейских, а прямо английских десантников, которые должны были толпу контролировать и не допустить столкновений с протестантским населением. А также просто массовых погромов, беспорядков и так далее. Но почему-то вдруг на крышах образовались снайперы. На крышах и в окнах, которые открыли огонь сначала по британским войскам, а потом и по демонстрантам. После чего, как мы понимаем, британские войска открыли огонь на поражение. Потому что до сих пор официальная версия считается, что вот среди этих самых протестующих, среди членов митинга, оказались вооруженные люди, которые открыли огонь. Ну а если есть один, два, четыре ствола, так может быть там их и не четыре, а четыреста или четыре тысячи. И вообще-то это не демонстранты, а террористы. По самым скромным официальным данным, в ходе кровавого воскресенья погибло всего лишь 13 человек. Но когда мы говорим всего лишь, это самое всего лишь не затрагивает мнение родных и близких погибших. А по ирландской версии их было на порядок больше. То есть в 10 примерно раз. Конечно, это не могло остаться без последствий, потому что после кровавого воскресенья колыхнулась буквально вся Ирландия. И толпа в Дублине ворвалась в британское посольство и сожгла его. Дублин, напомню, это столица независимой республики Ирландия. Или просто Ирландия. Как вы понимаете, сожжение посольства – это акт прямой агрессии против страны, которой это посольство принадлежит. То есть Ирландия таким образом напала на Британию. И это вообще-то акт объявления войны. Ничем хорошим это бы и не закончилось, тем более, что Ира активно поддержала инициативу простых широких народных масс в независимой Ирландии. И только 21 июля 1972 года одновременно в Белфасте взорваны 22 бомбы, заложенные в различных объектах города. Девять человек, в том числе два военнослужащих британской армии, были убиты и до полутора сотен получили ранения. В конце июля, 31, если быть точным, 1972 года британская армия проводит в Белфасте и графстве Дерри операцию «Мотормен», в ходе которой, самое главное, впереди войск и полицейских идут бульдозеры и бродетранспортеры, которые срывают возведенные баррикады. Понятно, что люди просто так не сидели и строили на улицах баррикады. Их нужно было уничтожить, чтобы войска и полицейские могли свободно перемещаться по улицам городов. Бульдозеры прикрывали броди автомобили и прямо танки. Всего, как было посчитано, с 1972 по 1975 год в Северной Ирландии погибло около 500 человек. Называется обычной цифрой 475, но откровенно точному учету она поддается сложно. В любом случае, ближе к 500. Мы все понимаем, что продолжаться такое долго не могло. То есть Северная Ирландия должна была присоединиться к независимой республике Ирландия. Или остаться в составе британского содружества. Учитывая, что за британским содружеством стоял целый блок НАТО и невероятная, подавляющая экономическая мощь, более вероятным оказался первый сценарий. И горячие головы, постепенно остыв, пошли на поэтапные соглашения. В 1973 году было заключено Санендейлское соглашение о создании Совета Ирландии. Консультативного органа из членов ирландского и британского парламентов. Которые должны были урегулировать спорные вопросы и выступить умиротворителями в данном процессе. Продолжалось это до 1998 года, когда были заключены Белфасские соглашения. Когда заключенные члены Ира были освобождены, была объявлена амнистия. В том числе, часть из них, извинных, конечно, деятелей, вошли в ирландский парламент, в северо-ирландскую часть британского парламента. И началось всеобщее умиротворение. Это способствовало еще и тому, что Ирландия начинает довольно бурный промышленный рост уже в новом издании. В частности, Ирландия стала одним из центров IT-индустрии. Люди стали зарабатывать деньги и революционная волна пошла на спа. Однако, как мы понимаем, вряд ли это закончится настолько мирно, насколько мы могли бы и, я уверен, ирландцы с англичанами могли бы рассчитывать. Почему? Потому что прямо сейчас в Англии, в Великой Британии происходят эти самые поползновения Брексита, то есть выхода из Евросоюза. При этом Шотландия собирается отделиться от Великобритании и вообще на дворе мировой кризис. И вот если Британия выйдет из Евросоюза, Ирландия, которая находится там в 70-х годах, в Евросоюзе, скорее всего, останется таким образом. Евросоюз с утратой Англии утратит и прямую территориальную границу с Ирландией. Чем это закончится? Прямо скажем, прогнозировать трудно. Тем более трудно прогнозировать это перед лицом нарастающего, галлопирующего мирового экономического кризиса. Очень может быть, что горячие головы снова зажгут огонь войны в Северной Ирландии. Ну а по выражению Шекспира, если кто-то спустил псов войны, дальше псы войны гуляют по земле совершенно самостоятельно, не считаясь с мнением тем, кто отстегнул карабин поводка. Однако мы можем только надеяться, что этого не произойдет. И, наконец, независимая Ирландия обретет не только независимость, но мир и покой. Что мы можем только ему пожелать. Ну а не восхищаться борецами за независимость Ирландии, да и вообще любой другой страны против беспринципных колонизаторов, мы не можем. Конечно, одним из лиц, самым ярким и узнаваемым лицом настоящего сопротивления, настоящей национальной борьбы за независимость стал Майкл Корринс, о котором мы поговорим в следующий раз, и стен гостеприимного одноименного паба, что в Москве на Цветном бульваре 21. Заходите к нам и смотрите ролики. Продолжение следует...